Что говорит Зорба? Зорба каже такую речь. Якщо десь какая-то женщина спит сама, в этом виноватим мы, человеки. И мы будем ответить за это перед Богом. Потому что, если мужчина может подарить женщине радость, но не делает этого, он скою величезный грех. Бог милостивый, он прощает все грехи. Но этого греха он никогда не прощает. И потом, позже, в период страшного суду, та самая женщина глибоко заткнет. И этот вдох кинет нас, человекам, через таких, как ты, просто в пекло. Зорба – это такая энциклопедия, которую нужно знать. И чем раньше мужчина узнает про это, про эту книгу, молодь должен читать эту книгу, перед тем, как стать человеками. Я вернулся до Віталія Малахова, именно через то, что он был настоящим человеком. И когда ему предложили сделать эту выставу, он согласился. И мы начали работать. И вот «Грех Зорба» у нас вышла такая выстава, которая мне очень дорога, хотя бы через то, что ее сделал Віталій Малахов. У нас был период, когда у меня появилась история с ногой, я перестал ходить, 8 месяцев там вообще не мог лежать, и там были разные такие нехорошие перспективы. И Наташа подошла до меня, дружина моя, Наталя, и когда я лежал в гаднияке в лекарне, Наташа сказала, Наталя сказала, что Хостик, меня звали Наташи, каже, Хостик, рачки, но ты мусишь танцювати сиртаки. И я вилековался, и я став на ноги, и эту фразу я ввел в выставу. Я сказал, как бы ты знал, когда у меня была там история, когда я не мог ходить, одна женщина взяла меня за шкирки и сказала, Зорбас, рачки, но ты мусишь танцювати. Это я ввел в выставу эти слова, и потом я танцювал, сначала рачки, а потом вставал, и у нас был танец сиртаки. Так вот, эта выстава, и теперь она живая, и теперь она играется. Малахов, Малахов, не вистачает таких режиссеров, не вистачает таких друзей, не вистачает таких философов. Он был не просто режиссером, он был философ. И я часто думал, я сказал, что мне было бы очень интересно, что бы он сказал, Малахов, про нашу сегодняшнее життя, как бы он отреагировал на то, что у нас такая война. Потому что он все-таки не просто режиссер. Можливо, он знает, чем она закончится, потому что там, сверху, очевидно, виднее.